Всем привет! Привет, большой из Швейцарии. Сейчас я нахожусь в маленьком грядке Деггерсхайн. И хотела рассказать вам про мой опыт, про то, кто я есть, и почему я вообще здесь, и чем я занимаюсь. Поехала я по программе... Раньше она называлась European Volontary Service, но сейчас называется European Solidarity Corp. Я сейчас волонтёр. Организация, в которой я сейчас работаю, называется Herzfeld Sinuti. И здесь я буду целый год. Получается, сегодня 6 августа. Я приехала 3 августа, прилетела из Москвы. До этого я прилетела из Барнаула. Да, кстати, я из Алтайского края. То есть, любой человек может поехать даже из Избийска. В общем, да, всё очень просто, если вы хотите это сделать. У меня было желание, поэтому я оказалась здесь. И попиваю чаёк. А вокруг просто красотища. Чем мы здесь занимаемся, и на что я вообще подписалась, в принципе, до того, как сюда прилетела. Организация предлагала такие варианты занятий, как сад. То есть, сегодня как раз я работала в саду. Работа не особо пыльная. То есть, если тебе нравится копаться, выдёргивать травку и разбираться хочешь в цветочках, или, в общем, работать с растениями и землёй, то можно работать с садом. Я поехала с девочкой из России, ее зовут Наргиз, она из Челябинска. И мы созвонились с ней первый раз за полтора месяца примерно, или за два месяца до начала проекта. В общем, мне её контакт дала Сфера. А, Сфера. Я забыла рассказать про Сферу, простите, пожалуйста. Отправляющая организация, которая была в России, она находится в Нижнем Новгороде, почему бы была, я говорю. Она находится в Нижнем Новгороде, и я даже гуляла с Ирой. Привет, Ира. Белый вечер! Да! Совершенно! Хочешь говорить на английском? О, немного, да. Это было просто прекрасно. Так, очень прекрасно! Так, спасибо! И что делаешь? Фитеринга. 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 Они не нужны нам, но эта семьа находится в праздничестве. В праздничестве? В праздничестве. В которой они фитеринга. Фитеринга. Мы сейчас делаем помощь. Да. Ольга, это правда? Да, это правда. Ханна. Ханна, я знаю, да? Я знаю, да. Я? О чем я говорила? А, сфера. Точно, вспомни. В один прекрасный день я увидела пост про Швейцарию, и во мне что-то загорелось. Я поняла, что я хочу попробовать. Сколько можно просто пролистывать ленту и думать, ах, как хорошо им. И думать, ммм, прекрасно было бы тоже куда-нибудь поехать. Тут я решила взять все свои руки. Посмотрела, как можно где зарегистрироваться. А, в принципе, я до этого, по-моему, уже зарегистрировалась, потому что у меня было резюме, так как там было совсем мало дней на то, чтобы подать заявку. То есть там написано было как можно скорее, и не было никаких сроков. То есть неясно, у тебя там один день, два дня, или неделя хотя бы есть. Поэтому все в максимально сжатые сроки. Я начала писать сразу мотивационное письмо. Дальше я отправила Кате, письмо Кате, которая живет в Америке по другой программе, чтобы она проверила мое письмо. Но я понимала, что времени мало, и увидела спустя два дня, пока мне Кате не отвечала, то, что программа уже закрылась. А я такая... В смысле? В смысле закрылась? Я поняла, что это просто... Это то, что я хотела. Это первый проект, на который я подавалась. Я понимала, что нельзя расстраиваться, но когда я написала письмо, я легла спать, у меня просто все тело катило мурашками, от того, что я поняла, что я хочу. И наконец-то я почувствовала, что я реально это хочу, а не кто-то мне это мушил, или просто кто-то мне надоумил это сделать. То есть это мое желание, и я целенаправленно туда шла, к ним ушла. И когда я увидела, что пост Свера удалила ВКонтакте, я хотела как раз посмотреть их почту. Поста не было, и в итоге у меня была небольшая паника. Но потом я зашла очень быстро в свой... Зашла быстро в письмо, и начала его редактировать сама, как могу. Просто за полчаса, наверное, все сделала. И большой успех в том, что я сохранила PDF-файл, и там как раз была указана почта, куда нужно отправить. Я написала эту почту, написала письмо о том, что... Прошу прощения, примите, пожалуйста, мою заявку. Я бы очень хотела поехать. И прикрепила свое письмо и резюме, и отправила. Потом я понимала, что я просрочила и отправила уже заявку на проект, которые как бы все прикрыли, потому что они набрали очень большое количество заявок. А это я у Сферы тоже уточнила. То есть они как бы на связи всегда. Почему пост удалили, где Швейцария? Ё-моё! А мне сказали, что много заявок, и проект попросил... Организация попросила прекратить подачу, чтобы никто больше не присылал. Привет! Меня зовут Ольга? Яsenен Клара. Привет! я не знаю, как ты видишь? ты будешь... ты... 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 я... я... три друзья Клара и Эна Эна её звелинка и Моня Моня 15 и ты... 18 19 и ты? 23 19 нет так не так ты хорошо я я я 3 августа я иду не так хорошо я не говорю я не говорю я не говорю Очень хорошо, поэтому я счастлива, когда вы говорите о нем. Наргиз тоже? Наргиз? Нет, английский, английский и русский. Где ты научил это, о нем? В школе, в университете и с Наргизом. Мы общались с нами. Онлайн? Да. Хорошо, хорошо. Я немного изменила ракурс, потому что стало темно. Я написала еще на один проект в Австрию и подумала, что может быть туда я пройду. Написала тоже, как мне показалось, нормальное мотивационное письмо, оформила его красиво, добавила даже фотографии их города. Подумала, что я умею работать с компьютером и все у меня отлично, меня можно брать. Но не тут-то было, мне даже ничего не написали. Что насчет этого проекта, где я сейчас? Спустя неделю я как бы уже об этом и не думала. Я смотрела другие возможности, куда можно поехать. И, по-моему, в Китае там какие-то Олимпийские игры. В общем, я особо не смотрела. Пекине, по-моему, да? Я решила подать туда волонтерскую заявку и зашла на свою почту. Видела в папке спам единичку. Я такая подумала, что это может быть. Открываю, а там... Какого хрена письмо попало спам? В общем, я сразу им пишу. Говорю, конечно, я заинтересована и очень счастлива, что вы мне написали. Я ждала решения. Да, мне сказали, что вы первая, у кого мы проводим интервью. И, в принципе, только мы потом сможем вам сказать решение наше. Через неделю, да, мне прославленный вопрос в скайпе. Можем ли мы с тобой созвониться быстренько? Я такая, конечно, да. Он спросил меня, ты точно замотивирована? Я такая, да. Я сказала, что решение уже будет почти скоро. Я такая, окей, я жду. А буквально через час мне присылают письмо. Вы проходите. Мы вас выбрали в качестве волонтера на наш проект. И, конечно, я была очень счастлива. Но суть в том, что это еще не все. Нужно получить визу. Пройти таможню. И потом заселиться. И потом познакомиться со всеми. И потом уже такая, все. Все, я уже здесь, да. Сижу, слушаю сверчков. Блин, в Швейцарии. Какого хрена? Вот. Иногда так сидишь и ешь. Уже, в принципе, третий или четвертый день. И вроде как привыкла. Но потом такая, начинаешь думать. В Швейцарии. Ни хрена себе. Вот это занесло меня из Бийска. Самое важное, наверное, то, что мне дают Pocket My. Это 250 франков. Мне предоставляют жилье. То есть я живу в комнате одна. У меня есть свой туалет-душ. Красивый вид из окна. Дали полотенце еще. Здесь есть интернет бесплатный. То есть там подключение через LAN-кабель. Нет Wi-Fi. И, в принципе, это нормально. Потому что ты только в своей комнате можешь, например, зависать, тусить возле Wi-Fi. И когда ты с кем-то ходишь, например, за обедом или чай пьешь, у тебя нет возможности даже залезть там в Instagram или в VK или еще куда-нибудь. То есть ты в моменте, ты со всеми, ты общаешься. И у тебя нет такой потребности зайти посмотреть, обновить ленту. Это тоже какая-то своя прелесть этого места. Потом четвертое, что я еще записала, это еда. Еда это, блин, вообще основное, что может быть. Но, конечно же, есть но. Нам не дают возможность покупать мясо. То есть здесь вегетарианцы... Ё-моё, сколько можно летать? Здесь вегетарианцы. И шоколад тоже нельзя покупать. Мед. Вот, наверное, на этом все. С 3 августа по 31 июля я буду тусить здесь и путешествовать. И снимать для вас видео. Пока-пока.